Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Родители против врачей в Самаре ведется проверка по факту смерти шестимесячной девочки. В Самаре за экстремизм судят жители Узбекистана. Мужчина в соцсетях призывал к террору и поддерживал запрещенную в России группировку ИГИЛ. Там берет начало Самарское метро. Оттуда на фронт улетали сотни штурмовиков ИЛ-2 к Кировскому району 75 лет. С легким паром трамваи и автобусы. Генеральная уборка началась в транспортных парках Самары. Поощрят за научное открытие. Губернатор Николай Меркушкин сегодня вручил премию ученым. В Самаре ведется проверка по факту смерти полугодовалой девочки в больнице Симашко. Родители погибшего ребенка винят и во всем врачей. По информации Волга Ньюс, они уверены, дочку можно было спасти, если бы медики проявили побольше внимания к маленькой пациентке. Шестимесячной Арине стало плохо вечером 24 февраля. Родители вызвали скорую помощь, машина приехала через два часа. Ребенка с матерью доставили в первую городскую больницу. Там они получили направление в больницу Симашко. Ближе к полудню девочка скончалась в реанимации. На руках у родителей есть заключение экспертов, где сказано, что причиной смерти стал инфекционный энтероколит, который повлек за собой серьезные осложнения. В прокуратуру они обратились с просьбой проверить, все ли правильно сделали в больнице. Прокуратура промышленного района в настоящее время проводится проверка по факту смерти несовершеннолетнего ребенка в больнице имени Симашко. Кроме того, Следственный комитет по промышленному району также проводит проверку в порядке статиста 44-45 уголовного процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время процессуальное решение по материалу не принято. Проверка прокуратуры района также не окончена. В Самаре судят гражданина Узбекистана, который призывал в интернете к терроризму. Дело рассматривают в Приволжском окружном военном суде. Год назад Бахтийорбик Халматов на своей странице в соцсети публиковал призывы мусульман к терроризму и размещал материалы, оправдывающие деятельность террористической организации ИГИЛ, запрещенной на территории России. Кроме того, Халматов планировал сам уехать в Сирию, чтобы присоединиться к боевым действиям на стороне ИГИЛ. Преступление было совершено на территории республики Тыва, однако судят Халматова в Самаре. Дело в том, что в соответствии с указом президента определена подсудность, в соответствии с которой дела террористической и экстремистской направленности рассматриваются в Приволжском окружном военном суде, если данные преступления были совершены в соответствующем перечне регионов, которые предусмотрены данным указом президента. Большая уборка города должна пройти в соответствии со всеми требованиями безопасности. Во время весенних субботников тех, кто находится в местах массового скопления народа, просят быть особенно бдительными. Региональный совет ректоров провел встречу со студентами, посвященную профилактике терроризма. О том, какая угроза может таиться в толпе, знают наши корреспонденты. Взрывчатка всех мастей, детонаторы, патроны и оружие. Все это должны уметь распознать сотрудники службы безопасности. С помощью металлодетектора обнаруживают пистолеты и ножи. Интроскоп позволяет увидеть содержимое багажа и найти опасное вещество. Их люди провозят в приборах, которые на первый взгляд не вызывают подозрений. Фотоаппараты, бритвы и фены. На этой выставке только муляжи. На них тренируются те, на кого в дальнейшем ложится огромная ответственность не пустить террористов в людные места. Мероприятия, проведенные на Унерсиаде, значит, с Шоссо-Бриксом связанные, показывают достаточно большое выявление предметов и веществ, которые находятся в свободном обороте. И в данном случае именно отработка их на таких важных объектах, на объектах массового скопления людей, объектах транспорта, стратегических объектов, позволяет серьезно сократить риск и обеспечить безопасность населения, которое там находится. На заседании Совета ректоров речь шла о профилактике терроризма. В регионе около 11 тысяч студентов. Все они активные участники массовых событий. Беседы с молодежью проводят регулярно. Главное научить студентов быть бдительными. Проводились такие эксперименты. Заезжал автомобиль. У него в кузове видно лежит, но взрыв опасный предмет большой. Автомобиль заезжает на территорию, там, допустим, у какого-то вуза и стоит. К нему завезли даже никто не подходит. Осторожно быть у всего населения. Потому что, к сожалению, мы живем в очень непростом месте. Особое внимание безопасности этой весной. С апреля люди начнут массово собираться в скверах, парках и на городских улицах. В Самаре стартует большая уборка. На нее привлекут и студенчество. В этом году общественность сможет поучаствовать и в преображении исторических зданий, расположенных на туристическом маршруте. Людям предлагают покрасить фасады деревянных домов. Считаю, что оптимальным вариантом является такая организация работы, когда жители включаются в общественные процессы осознанно, добровольно, а не по принуждению. Для этого нужно дать людям стимул для участия в субботниках. В этом году мы подготовили предложение по проведению месячника в новой форме. За активное участие в мероприятиях месячника жители, в зависимости от возрастной категории, будут получать поощрение. Нужно обратиться к людям и в каком-то смысле попросить действительно, чтобы они вышли и навели порядок в своем дворе, на своей улице. Без участия каждого жителя, без участия общественности, в самом широком понимании, сделать это практически невозможно. Самарская молодежь с предложениями главы города согласна. В генеральной уборке города студенты участвуют каждый год. На этот раз тоже намерена выйти на субботник. Устраивать субботники это правильно, потому что мы должны заботиться о чистоте нашего города. И, конечно, я раньше выходила на субботники, убирала все, весь мусор, выгребали все листья. И, конечно, я с удовольствием вышла еще раз помочь городу приобрести чистоту. Диви с большой весенней чистки – поработал, отдохни. Те, кто отличится в этом году на субботниках, получат в подарок билеты в театры и музеи. Наградой за чистоту станут и сувениры – термосы, майки, кружки. Активистам постарше подарят саженцы и цветочную рассаду. Также будет проводиться конкурс на лучшие фото субботника, за победу в котором также предусмотрены призы. 22 апреля на уборку выйдет весь город, а по окончании Большого субботника на площади Куйбышева состоится концерт. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. Должен работать каждый рубль. В области продолжается исполнение федерального закона о мерах соцподдержки. В Самарском регионе самое большое число видов социальной помощи. Каждый год на это тратится 19 миллиардов рублей. На заседании общественной палаты рассмотрели меры повышения эффективности соцподдержки. Подробнее Олеся Корецкая. Не забрали, а направили тем, кому это действительно нужно. Страсти вокруг федерального закона о мерах соцподдержки не утихают. Некоторые части самарцев по-прежнему требуют вернуть все выплаты льготникам. Пусть даже это 100 рублей в месяц. Чтобы помощь действительно стала социальной и справедливой, она не должна быть средним арифметическим на всех, подчеркивает губернатор Николай Меркушкин. На заседании общественного совета разрабатывают целый комплекс мер, как изменить и улучшить механизм социальной поддержки. Люди должны получать правдивую информацию об изменениях без искажений. И при этом вы видите, если вот посмотреть, лозунги, которые выставляются в процессе организованного, управляемого протеста. Не, собственно, даже эти потери социальные, а не во втором случае, во втором ушел. Я должен сказать, Николай Иванович, вот здесь время вы на себя отвалили, конечно, тяжелейшие, тяжелейшие. Но у вас колоссальное доверие народное. Его надо использовать для того, чтобы нам выводить экономику из кризиса именно тем, чтобы часть доходов перераспределять на развитие. Исполнение федерального закона выведет на чистую воду недобросовестные компании, а также выявит тех, кто действительно нуждается в дополнительных выплатах. По нашей цирке, как минимум, минимум 3 миллиарда рублей из них, я грубо скажу, грубо разворвывается. Мы увидим, через пару-тройку месяцев у нас эта цифра вся будет. Почему? Потому что теперь каждая управляющая компания, она должна свою бухгалтерию передавать ей, Министерство соцзащиты. Мы будем видеть, кто заплатил, сколько заплатил. Если в будущем бюджет области позволит, члены общественной палаты предложили правительству и губернской думе расширить меры социальной поддержки. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Их заслуги – создание новых технологий и фундаментальных основ современного знания. А сегодня эти труды получили признание. В Самаре вручены ежегодные губернские премии в области науки и техники. Это престижная награда за многолетнюю научную работу, главный критерий которой – значимость для самарского региона. Олег Зверев тоже пообщался с лауреатами. В 31 год он уже готовится к защите докторской диссертации, а сегодня стал еще и лауреатом губернской премии в области науки и техники. Доцент кафедры аналитической и физической химии Технического университета Булаца и Фуддинов занимается разработкой инновационных методов в нефтяной промышленности. Вводится дизельное топливо стандартов евро-4, евро-5. И вот, например, для того, чтобы определить, является ли данное конкретное топливо, соответствует ли оно стандартам евро-5, используется, например, такой метод анализа, как хроматография. И вот наши материалы, адсорбционные материалы, которые мы предлагаем, могут быть использованы в хроматографии как наполнители для колонок. В 2016 году было подано 30 заявок на конкурс на соискание премий. Лауреатами стали 19 человек. Награду вручил губернатор Николай Меркушкин. Один из основных критерий в значимости для развития мировой науки и особенно для Самарского региона. Направления самые разные. Это и математика, и технические науки, и сельское хозяйство, и гуманитарный сектор знания. Научный потенциал губерния всегда был на высоте, и это необходимо поддерживать и развивать. Наша работа прежде всего цена тем, что она приносит новым поколениям новые знания, новые понимания в жизни, часто новые технологии, новый уклад и новые совершенные по комфортности условия жизни. Сегодня в Самарской области реализуется целый ряд амбициозных проектов в области науки и техники. Это и создание наукограда Гагарин-центра, и Жигулевская долина, и территория опережающего развития Тольятти. Университеты получают новый статус, открываются новые предприятия, формируются мощные производственные кластеры. Самарский научный сектор – достояние всемирного значения, ведь именно наши ученые не раз подтверждали это, создавая технологии мирового класса и открывая новые пути человечеству. Олег Зверев, Василий Колдашов, События. Расписание регулярных рейсов международного аэропорта Курумыча расширилось городами Уральского федерального округа. Куда теперь можно добраться из Самары напрямую, знает наш экономический обозреватель Лариса Шлафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть понемногу прибавляет в цене после очередного падения. Баррель марки Brent стоит 51 доллар 80 центов. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 57,93 рубля, евро 62 рубля 37 копеек, золото стоит 2295 рублей, серебро 31 рубль 67 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 57 рублей 90 копеек, дороже всего продать за 57 рублей 60 копеек. Задолженность по зарплате в стране за месяц выросла почти на 12 процентов. На 1 марта общий долг составил больше 3 миллиардов рублей. Депутаты Госдумы предлагают разрешить покупать машины отечественной сборки на средства материнского капитала, так как больше 40 процентов россиян до сих пор не определились, на что им потратить эти 453 тысячи. Расписание регулярных рейсов аэропорта Курумыч расширилось. Теперь из Самары можно добраться до Салихарда и Хантамантийска, минуя пересадку в Москве. На этом все. Удачи в делах! Далее коротко о других событиях дня. Его запланировано разместить в сквере на пересечении улиц Галактионовской и Полевой. Начать работы должны уже этой весной, когда в Самаре становится подходящая погода. Добавим, пробный запуск городских фонтанов запланирован на конец апреля. В постоянном режиме они заработают 1 мая. Зима не хочет покидать Самарский регион. Выходные потепления ждать не стоит, предупреждают областные синоптики. Дневные температуры в субботу и воскресенье будут колебаться от минус 3 до 3 градусов. Ночами по-прежнему заморозки до 8 градусов мороза. Местами и вовсе до минус 14. Гололед. На небе облачно с прояснениями. Возможно, небольшие осадки. Кировский район отмечает свой 75-летний юбилей. Именно здесь начали строить Самарское метро. Отсюда уходили на фронт сотни штурмовиков Ил-2. И именно этот район станет главной площадкой, где развернутся футбольные баталии в 2018 году. На день рождения района пригласили и Марину Матвейшину. Наш Кировский район. Большая дружная семья. Сверхающие улицы. Надежные друзья. Кировскому району 75. Праздник всех его жителей проходит в одном из самых знаменитых домов культуры Самары в ДК имени Литвинова. И главный подарок вечера – это монументальное здание будет отремонтировано. Губернатор Николай Меркушкин торжественно обещает – первые 9 миллионов уже выделены на проектно-сметную документацию. В следующий раз праздник пройдет в комфортном и красивом зале. Эту новость публика встречает громкими овациями. Но и это не все. Уже в этом году в районе появится 10 новых спортивных площадок. Запланировано благоустройство дворов и скверов. 18 улиц в этом году должны капитально отремонтированы в районе. Представьте, было время, ну 3-4 года назад, когда мы капитально ремонтировали 3-4 улицы только в городе. В целом в городе 3-4 улицы. Только 18 улиц в Кировском районе. Конечно, это сильно подтянет общее состояние дорог. Кировский – один из крупнейших районов в городе. Он занимает площадь 87,5 квадратных километров. Здесь проживает почти 230 тысяч человек. Если бы район был городом, он вошел бы в сотню крупных городов России. Главное достояние района – это его жители. Именно они своими руками творили историю не только района, но и страны. Именно вы, ваши деды, ваши отцы, ваши братья сделали так, что в городе в далеком 40-м году, 41-м году началась промышленная революция. Именно вы стали колыбелью производства самолетов Ил-2. Именно отсюда отправлялся в первый полет комплекс «Восток». Именно сюда прилетел Юрий Алексеевич Гагарин после своего знаменитого полета. В районе размещаются крупнейшие промышленные предприятия РКЦ «Прогресс», Авиакорп, Ау Кузнецов, Самарский металлургический завод. Именно Кировский район будет принимать чемпионат мира по футболу 2018. На его территории возводят уникальный по всем параметрам стадион «Самара-арена». И на жителях лежит большая ответственность – достойно подготовиться к встрече гостей. 75 лет – хорошая дата. Но нам с вами предстоит еще очень многое сделать на благо развития нашего района, города, области и страны в целом. Сами кировчане уверены – они смогут достойно продолжить славные традиции Кировского района. Марина Матвеевшина, Константин Головин, События. Эта служба не опасна, но трудна. Свой профессиональный праздник отмечают работники жилищно-коммунальной сферы. Он ежегодно выпадает на третье воскресенье марта. Лучших профессионалов своего дела наградили почетными знаками, грамотами и благодарственными письмами. Валерия Макарова продолжит. В их руках свет, вода, тепло и порядок. Работники жилищно-коммунального хозяйства отмечают свой профессиональный праздник. Их поздравляет глава Самары Олег Фурсов. Непривычно вас видеть такими нарядными, такими красивыми и праздничными. Все наши совещания проходили, когда вы были или в спецовках, или около каких-то работающих механизмов, или непосредственно на территории, вверенной вам для уборки или для ремонта. И что бы в городе ни случилось, вы всегда по первому зову властей, населения готовы идти на устранение тех или иных коммунальных происшествий, коммунальных аварий. Иван Болтухин более 20 лет работает в сфере ЖКХ. Он слесарь сантехник и просто мастер на все руки. Это особенно работа и приятно всегда, когда люди остаются довольны твоей работой. Приятно, когда ты уходишь и твой клиент говорит, спасибо тебе большое за и благодарить за твою работу. В Самарской области почти 350 управляющих компаний, 1300 ТСЖ и 240 ЖСК. А всего в отрасли трудится более 45 тысяч человек. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов, События. Душ для трамваев. Сотрудники ремонтно-подвижного цеха привели в порядок вагоны. Почистят не только трамваи, а их в городе 424. Генеральная уборка коснется всех транспортных парков. На мойку отправляются 236 троллейбусов, 305 автобусов. Проследят за чистотой и коммерческого транспорта. Валерия Макарова подробнее. Надо-надо умываться по утрам и вечерам, а не чистым трубочистам стыд и слам. В Советы Майдадыра здесь должностная инструкция. Водные процедуры ежедневно проходит каждый автобус, выходящий в рейс. Чистота машины на совесть ее водителя. Уборка начинается с салона, после и сам автобус принимает специальный душ. На все про все, вместе с салоном и снаружи, ну, максимум 15 минут занимает. Самому приятно работать, когда у тебя автобус чистый. Во-вторых, конечно же, когда заходят пассажиры, я думаю, очень так же приятно, когда поезжает чисто, аккуратно автобус, полностью вымытый, как внутри, так и снаружи. А вот на уборку и мойку одного трамвая уходит не меньше 40 минут. И труд этот тяжелый, признается Валентина Уренева. Больше 30 лет она работала водителем трамвая, теперь поддерживает в них чистоту. Вот сейчас нам дали хлорку, вот хлорку моем вагоны, обеззараживал грипп, вот мы начинаем обеззараживать вот это вот все. Потом, значит, жвачку жуют, жвачку прикрепляют в сторону, вот жвачку нам придется ножом оскапливать. Мойка процедуры для трамваев ежедневная, однако раз в неделю перед техническим обслуживанием их ждет генеральная уборка. Вагоны прогоняются через моечную машину, плюс вручную домываются. И после постановки на обслуживание уборщицы вручную промывают с использованием моющих средств и техники салона. Если чистота муниципального транспорта нареканий почти не вызывает, то к коммерческим перевозкам вопросы есть. За ними, по указанию главы Самары Олега Фурсова, усилен контроль. Совместно с представителями ГИБДД сотрудники департамента участвуют в рейдах, где проверяется соблюдение правил пассажирских перевозок, а также частота подвижного состава. При обнаружении каких-то замечаний на водителей составляются протоколы об административных правонарушениях. Повышенное внимание к санитарному состоянию общественного транспорта неспроста. Для городских служб уже началась подготовка к месячнику по благоустройству, которая стартует 1 апреля. А на 22-е запланирован общий городской субботник. Валерия Макарова, Василий Колдашов, События. Короли советов отмечают юбилей. 75 лет прошло с тех пор, как команда авиационной промышленности сыграла свой первый матч. Историю клуба самарским школьникам рассказывают ветераны спортивного общества. Новости спорта с Сергеем Кизоркиным продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите самарские новости спорта. Иван Бородин мечтает играть в футбол в испанской Барселоне в команде с великой историей. Клуб выиграл чемпионаты Кубок Испании, а также Лигу чемпионов. Самарский юниор знает, чтобы попасть в основной состав Барселоны, уже сейчас ему нужно тренироваться лучше всех своих сверстников. Поэтому Иван Бородин за 4 года в футбольной школе Локомотив не пропустил ни одного занятия. Понравилось в детстве, во дворе играл. Выходили гулять, собирались командами, вот шли на школьное поле и играли там. Я полузащитник, то есть не нападающий, но иногда могу забивать. Самарский клуб крылья советов тоже не обделен футбольной историей. Рассказали на встрече с фанатами самой популярной игры в мире ветераны команды авиационной промышленности Александр Орешников и Василий Мазур. Первый матч волжане провели летом 1945 года против Горьковского торпеда на первенстве Советского Союза. Ничья 1-1. В итоге этот турнир крылья выиграли. В новейшей истории лучшее достижение – бронзовые медали чемпионата России в 2004 году. Самара увидела хорошие иностранные клубы, когда команда участвовала в Интертото, и довольно-то неплохо. Сейчас клуб, мы все видим, что не лучшие времена, там последние годы испытывает постоянная борьба за отставание в Премьер-лиге. Я думаю, опять у нас вернется в Самару тот футбольный праздник, который царил у нас, например, лет 10 назад. Вернуть болельщиков на трибуны крылья советов рассчитывают за счет самарских игроков. При клубе уже несколько лет работает Центр подготовки футболистов. Специалисты одаренных мальчишек собирают со всех уголков Самарской области. Живут и тренируются будущие звезды футбола на полном пансионе. Финансирует школу региональная казна. Есть талантливые ребята, которые приходят, и по нему уже видно, что у него уже на генетическом уровне, у него футбольные движения, у него футбольное мышление, у него координация футбольная. То есть эти все составляющие мальчишки приходят. Но к этому всему естественно добавляется и пот, и работа, и изо дня в день. В финале встречи футболисты, юниоры, ветераны обменялись сувенирами. Молодежь получила настоящий раритетный кожаный мяч. Тренеры – вымпелы. А потом всех ждала традиционная в таких случаях автограф и фотосессия. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Наш выпуск на этом завершен. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!